Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о еще одном секрете семейного счастья бывает так что вполне нормальные адекватные отношения даже переросшие в семью разваливаются по непонятным причинам по непонятным на первый взгляд вполне пригодная женщина для отношений для семьи мужчина пытается вкладываться женщина старается и тем не менее крах в конечном счете все чаще вижу одну и ту же причину вот таких явлений дело в том что я уже говорил в других сюжетах современной системе современному обществу государству да и обществу даже окружению людей но будет претить нормальное отношение нормальная семья и поэтому они будут их разваливать в том числе через пропаганду государство особенно будет через пропаганду институт семьи добивать и вот здесь одна причина пропаганда равенства отрицание закона единства противоположностей очень часто добивают как раз нормальную семью потому что если нельзя добить чем-то другим шкурностью женщины например, здесь как бы и не дойдет до нормальной семьи. Она не создается изначально потребительским каким-то характером семьи. Не только женщины. Просто семья создается ради более удобного потребления. То же самое обречено. Но семья нормальная в нашем случае. И тем не менее приходит к своему закату очень быстро за счет пропаганды вот этого отрицания единства противоположностей. Какие ошибки допускают люди, по сути разбивая хорошие годные отношения? Здесь я бы выделил три главные ошибки. Их может быть больше, но три основные. Во-первых, это поиск полностью похожего человека. Знаете что, я где-то читал, по-моему, даже в одном из роликов озвучивал, кто-то из сотрудников системы исполнения наказаний написал, что особый режим, где отбывают пожизненное заключение, там либо люди сидят в одиночной камере, либо, по-моему, до трех или до четырех человек в камере. Так вот, наказанием очень серьезным считается одиночная камера. Человека сажают на полгода, он там начинает чуть ли не на коленях просить дать ему сокамерника, все, исправился, там встал на путь исправления, раскаялся и так далее. Ему дают сокамерника, и через 3-4 месяца следует попытка убийства. При том, что тот сокамерник просил тоже из одиночки его вывести, хочет с кем-то с человеком сидеть. Тем не менее, почти 100% через 4 месяца пытается кто-то кого-то убить. Я тогда подумал, надо же, как, ну если человек просит, хочет, ну человек более такой экстравертного толка, просит с кем-то, чтобы было пообщаться, вот не может он один, почему же он его потом убить-то хочет? Думаю, нет, так бы не получилось. То есть я либо не стал бы на его месте просить человека, то есть все, мне бы одному хорошо было, либо, соответственно, потом бы сдружились. И потом я понял, что нет, одного человека я бы точно грохнуть захотел, а он меня, себя самого. Клон, 100% клон. Вы представьте, если вы оказываетесь в одиночке с вашим клоном, полное ваше отражение. Вот все, что у вас есть, хорошего, плохого, 100% тот человек. Вы же никогда не уживетесь, абсолютно никогда. Это максимально плохой, не только сокамерник, спутник, друг, не знаю, кто угодно. Вообще с таким человеком ни в коем случае вы не сблизитесь. Если вы найдете полную свою копию, вы с ней разбежитесь и будете правы. А если вас камера объединяет, то да, действительно можете друг друга ухлопать. Этот мир будет тесен для вас двоих. И вот тогда я понял, что секрет нормальных отношений, неважно каких, не обязательно даже межполовых отношений, любых, это все-таки единство противоположностей. А так как межполовые отношения, они все-таки более плотные, ну, хотя бы потому, что ни с друзьями, ни со знакомыми вы не живете там под одной крышей в течение длительного периода времени. Так как они более плотные, то тем более должно быть единство противоположностей. И поэтому первая ошибка, которая допускается, это поиск похожего на себя человека. И именно с ним вы точно наверняка почти разбежитесь. Ну, приведу пример конкретный. Наверное, одни из самых таких, ну, романтичных, что ли, отношений, которые мне довелось видеть со стороны. Были у меня студенты, в колледже я работал, я не знаю, вспомнят, не вспомнят, может кто-нибудь припомнит. Это был колледж книжного бизнеса. Марии, не Марии, а Александра и Зои Космодемьянских в Москве. Так вот, была у меня там одна пара своеобразная, мальчик с девочкой. Это просто был атас. Они у меня сосались, лизались, то есть каждую мою пару, они просто там обжимались, обнимались. На них уже никто из студентов не поворачивался, к ним уже все привыкли. Я так понимаю, что другие преподы, там, коросты старые, им, скажем так, кайф ломали весь. То есть требовали, чтобы они их слушали, лекции. Ну, я вижу, ну, хорошо людям. Ну, неинтересна им моя лекция, она мне самому неинтересна, мне ее нужно просто отчитать. Я им никогда не мешал, но они там парту шатают, и ладно. В какой-то момент, вот дурак, вот действительно бывает дурак, год они у меня там вылезли друг к другу, как чупа-чупсы, наверное. И в какой-то момент я к кому-то из них обращаюсь. То есть, естественно, на меня ноль внимания, они даже не услышали обращения. Не помню, зачем мне контрольное, что ли, там раздавал. Вот, и вот черт меня за язык дернул. Я говорю, так, Воланг, говорю, кажется, был прав. Москвичей испортил квартирный вопрос. Девочка даже не поняла прикола. Мальчик понял. Я так понимаю, что он не столько обиделся, сколько застеснялся. Ну, действительно, знаете, бывает язык поганый. Ляпни что-то, потом пожалеешь, а уже все, вылетело. Так вот, ну ничего, они не расстроились, они дальше стали мять друг друга. Собственно, мальчик подумал, видимо, понял, что, ну да, действительно испортил вопрос. Ну и стал дальше девочку мять. Так вот, понимаете, отношения были очень теплые. Если, дай бог, чтобы у них все сложилось, просто супер было бы, если бы, что называется, вот с такого раннего юного возраста все бы пошло и срослось. Но что самое интересное было, это были полностью противоположные люди. Вот тогда мне первый раз эта мысль зародилась, что на полной противоположности держится единство. Девочка была супер правильная. Это была отличница, все учила, то есть то, что ей нравилось, то, что не нравилось, она все учила. Скорее всего, это будет такая правильная девочка, которая будет подчиняться нормальному начальнику, которая все будет там шаг за шагом в жизни идти, скажем так. Вот сегодня я этого достигла, завтра я этого по чуть-чуть, по чуть-чуть. Наверное, она даже какому-то возрасту более солидному достигнет чего-то в этой жизни, потому что очень правильная. Мальчик был раздолбай полный. Я таких раздолбаев даже вот прищашней молодежи, ну не знаю, несколько человек на группу, ему было все пофигу, он даже не хулиганил. Он был настолько раздолбаем, что ему хватало его девочки, ему было пофигу на все абсолютно. Он не хулиганил ничего, не срывал мне пары, ну разве что там чмоки какие-то идут в задней парте, и ладно. Все нормально. Но это, скорее всего, будет такой вот вольный художник, он никогда не устроится ни на какую работу. И знаете, что самое интересное? Я думаю, что его избранница это понимала прекрасно, ее это устраивало. И вот это вот самый правильный подход. Поэтому, действительно, дай бог, чтобы срослось. Вот одна из правильных, хотя и довольно-таки юных пар, на мой взгляд. Это вот первое. Максимально непохожий человек. Действительно, с ним скорее будет какие-то прочные отношения, прочная семья. Дальше. Очень часто кол вбивают в семью. Это попытка распределить обязанности. Давай так, вот ты делаешь то, а я делаю то. Понимаете, это примерно то же самое, что гомосеки. Тогда вы одинаковые. У вас примерно равные обязанности. Давай мы вот, чтобы у нас все равно было. Не дай бог, кто-то сделает больше, а кто-то меньше. Короче говоря, давай мы вот первый, второй, третий ты делаешь. А лучше даже первый ты, второй я, третий опять ты и так далее. Чтобы даже они перемешаны были. Очень часто мешают даже обязанности по своему содержанию. То есть давай мы там и воспитанием детей будем пополам заниматься, давай мы там и работаем пополам, и готовкой, пополам и уборкой и так далее. Короче говоря, и женские, и мужские обязанности смешиваются и делятся просто на вес, скажем так. Это практически 100% крах. Причем крах в течение непродолжительного времени. Это еще одна причина. Вот это вот разделение обязанностей. Все, это просто хана, скорее всего. И третья, последняя причина, но она оттого не менее значимая. Это попытка установить статус-кво по поводу общения с ненужными, по сути, людьми. Я общаюсь с твоими родственниками, которых я ненавижу, но об этом никогда не скажу. Я буду улыбаться. А ты общаешься с моими. Хоть ты их и ненавидишь, но ты же их любишь, конечно, люблю. И, соответственно, мы вот так вот общаемся с ненавистными людьми. То же самое. По сути, человек, ну, скажем так, живет в определенном мире. Каких-то людей он любит, каких-то не любит. Какие-то ему откровенно пофигу. И ему сейчас навязывается мир другого человека. То есть максимально делается все для того, чтобы они были похожи, эти люди. У нас даже будет окружение общее. То же самое. Это путь к краху. Вот три такие главные причины, но они действительно в одну. Одна причина главная, что люди должны быть похожи друг на друга. Найдем ли мы похожих людей, или же они будут пытаться стать похожими друг на друга. Все эти три дороги ведут, скажем так, сливаются в одну главную, и она ведет к провалу. К провалу отношений и семьи. Тем более, если до семьи вообще дойдет. Если отношения недолгие были. А иначе они просто до семьи не дойдут. Вот. Их еще масса. Масса причин, по которым семья может даже адекватно развалиться. Но вот это сейчас, почему я решил на ней сакцентироваться. Она очень здорово насаждается. Должно быть равенство. Равенство оно укрепляет. Чтобы женщина не была недовольна, что на нее все взвалили, мужчина должен взять часть на себя. Чтобы мужчина не был недоволен, там, он должен, женщина должна на себя взять и так далее. Равенство убивает отношения, потому что люди не равны. Они не хуже и не лучше, они разные. Равенство это, по сути, однополые отношения. Это как раз вот это насаждение, вот этой однополой философии в разнополые отношения, как ни странно. То есть вроде бы обычная адекватная пара, натуралы проклятые. А отношения-то у них будут, по сути, европейские, заднеприводные, как ни странно. По крайней мере, модели отношений. И я думаю, что, кстати, ветер оттуда дует. Вот эта вот философия однополых отношений, что они в чем-то даже лучше, дует именно оттуда. Давайте мы эту философию не только будем в виде однополых отношений реализовывать, а и в виде разложения нормальных, адекватных, естественных отношений разнополых. Ну вот, такой короткий обзор.